«Вода нечаянно пошла, резко. Не особо так было напряженно, но справляемся. Сегодня поменьше, вчера сильно вода шла, а сегодня уже на той стороне идет, а здесь нет». Житель улицы Западная Михаил Ефанов рассказывает, как темиртаусцы справляются с паводковым периодом. Благодаря своевременной работе жителей и спасателей угрозы наводнения на правом берегу на сегодняшний день отсутствуют. «Чиестники, ну они приезжают, и отсыпку здесь делали, и откачивают. Там в некоторые дома заходила вода, водоворот. Ну я видел, что ли. Помпы ставили, качали. «У нас нормально, да, все, да, в этом году?» «Нормально. Пока нормально. Теперь вот будем ждать, как речка будет подниматься, не будет. А то было же в 2015 году, когда вода поднималась, она здесь поливневки доходила». Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям провели масштабные противопаводковые работы на трех участках города – на улицах Огородно и Тошеново, а также на станции Мирза. На внутридворовых участках выполняются не только мероприятия по откачке тала и воды специальной техникой, но и промывка и очистка существующих открытых ливневых приемников. «Произведены мероприятия, такие как очистка водопропускных труб, проведен комплекс мероприятий по снежных траншеях, вырыта снежные траншеи на таких улицах, как Золошакотвал, в районе Золошакотвала, улица Огородная, ну и в поселке Ахтал. В районе станции Мирза». В настоящее время паводковая ситуация на территории города находится на постоянном контроле. Ежедневно специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям города и местные исполнительные органы проводят тщательный осмотр уровня Самаркандского водохранилища, а также мониторинг его наполнения и стоков. «Ежедневно идет сброс воды Самаркандского водохранилища. На сегодня он составляет 20 метров кубов в секунду. При каждом сбросе есть угроза. Мы понимаем, что вода двигается. Соответственно, сейчас и лед ненадежный». На сегодняшний день спасатели работают в усиленном режиме. При возникновении угрозы наводнения жителям необходимо немедленно связаться с службой спасения 112, либо по диспетчерскому номеру телефона Акимата города Тимиртау 44 43 22. Юлия Исланова, Огерке Балкибекова, Сергей Баданин, Новости Тимиртау.